Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. На просторах интернета мы нашли очень интересную программу по работе с секционной пряжей. Сейчас я вам покажу, как она работает, как она выглядит. Продолжение следует... Вот так выглядит программка. Вот цвета, стежки, цвет, стежков в ряду, добавление, удаление и сама панелька, на которой мы видим, что получается. Итак, цвет у нас есть, добавление цвета. И нажав на цвет, вы можете выбрать то, что вам нравится. Любой цвет вашей секционки. Количество стежков записываете и получаете вот такой рисунок. То есть, если у вас стежков в ряду, это стежков в ряду вашего изделия. Если у вас 18, если вы ставите 32, смотрите, ой, 36, простите, в два раза больше, то у вас получается узор в два раза больше. То есть, в зависимости от того, какое полотно, вы ставите количество стежков. Если у вас, например, 100 цветов, ну, само собой. Так, давайте добавим еще один цвет. Получается вот такой интересный рисунок. Смотрите, пускай это будет цвет третьего варианта и количество стежков, там, не знаю, 32. Вот вы смотрите, подбираете количество стежков. Взяли 32 такой узор, а взяли 30, будет уже другой узор. Вы видите, 1-2 петли в вашем изделии меняют полностью всю картину. И прежде чем вы будете вязать, вы можете прекрасно вот это все подобрать, посмотреть, что получается. Сейчас мы посмотрим, что получается с нашим образцом и провяжем его. Для того, чтобы занести данные в эту программу, нужно посчитать длину каждого цветного фрагмента. Для этого мы выбираем рапорт, то есть тот момент, с которого наш рапорт, наш цвет начинает повторяться. Вот, смотрите, в данной секционке очень длинная секция, огромная. Я ее распределила по полотну через голубое полотно, для того, чтобы удобнее было считать. И точно просто посчитала количество петель каждого цвета и занесла в программку. Вот они мои подсчеты. Видите, сначала на бумажке. Начинаем сначала. Начало цвета и поехали. Коричневых 7 петель, серых 4, коричневых 7 и так далее. И заносим в программу наши данные, которые получили вот таким кропотливым путем. Так, ну вот я ввела все цвета. Получилась вот такая достаточно объемная картина. И стала смотреть, что с этим цветом можно сделать. Количество стежков в ряду. Я пробовала разные варианты, но для того, чтобы много не вязать, взяла 45 петель. Сейчас мы провяжем 45 петель и посмотрим, насколько у нас похоже все это получается. Еще раз. Если вы меняете хотя бы один на одну петлю, у вас меняется рисунок. Вы можете на этой картинке посмотреть примерно, что у вас получится. Учитывайте такой момент, что идеально не получится никогда. Мы примерную картинку посмотрим, потому что секционка сама по себе не идеальна. У нее отличаются цвета, бывает на несколько сантиметров. То есть до 3 сантиметров разница. Это очень много для того, чтобы не сбить узор. То есть, понимаете, 3 сантиметра сбили и дальше, дальше, дальше пошел этот сбой. Поэтому узор, который мы получаем, он приблизительный. Мы примерно посмотрим, что у нас получается на наше нужное нам количество петель изделия. Вот у меня есть изделие. Я подкладываю это количество стежков в ряду и смотрю, что получается. Исходя из того, что мне нравится. Я могу добавить или убавить вот здесь эти стежки. И посмотреть в итоге, сколько мне лучше вязать, чтобы было посимпатичнее. Учитывайте тот момент еще, что у вас есть горловина. В горловине у вас количество рядов стежков будет гораздо меньше. Даже не в половину, а совсем. Вот тут у вас будет вырез. И вообще уедет весь рисунок. Это обычная катастрофа. То, что происходит в секционке, когда до горловинки или до проймы вяжут одним рисунком. А потом секционка сбивается и как пойдет. Поэтому есть свои секреты, как бороться с этой напастью. Что делать, чтобы у нас по всему полотну, включая проймы и горловины, шла одинаковая... Одинаковый цвет, одинаковый узор шел. Секреты эти не все знают, но у нас они рассмотрены в нашем уроке по работе в секционке. Это работа для учеников мастер-группы. Это уже серьезное достаточно дело. Поэтому, если вы не знаете, как вязать, если вы не знаете, как оформлять, добро пожаловать учиться в мастер-группу. Там мы снимаем все эти вопросы. Но если вам просто повязать, вот программка. Именно для того, чтобы посмотреть, как будет выглядеть и в спицах, и в машинном вязании. Сейчас мы провяжем полотно и посмотрим, насколько симпатично и насколько похоже получается с представленной картинкой. Ну, вот что получается в итоге. В принципе, похоже на то, что мы с вами получили в программе. Конечно, вязать пулинг на машинке не получится. Мы имеем очень большое ограничение, потому что пулинг вяжется путем подтягивания петелек. Вот подтянули с одной стороны, затянули с другой, получились ровные полосы, ровный узор. У нас не получится. У нас подтягивает петли машины, самые какие нравятся. И если вы посмотрите на секционку, она всегда неравномерна. То есть, две секции рядышком положите, видите, что они отличаются. Есть пряжи, которые там на несколько сантиметров отличаются, каждый цветовой фрагмент. Подтянуть это машинкой невозможно, ну, даже в самых смелых фантазиях. Поэтому пулинг мы вязать с вами не сможем все равно. Но общую картину, как будут примерно выглядеть наши полосы, на полотне мы с вами можем. Можем определить, прибавить там 2-3 петли, вы видели, какая разница в узоре получается. В данном случае, к сожалению, ненаглядный вид полос. То есть, мне казалось, что будет что-то очень красивое, когда я смотрела на эту пряжу. Но в реальности оказывается, что она вот такая сложная. Поэтому, когда вы видите красивую разноцветную секционку, это не факт, что она у вас очень симпатично разляжется на полотне. Программа дает возможность, во-первых, посмотреть приблизительно, что же вы получите. Если вы хотите раскидать ее по количеству петель вашего изделия, вы будете уже знать, корректировать плюс там 3 петли, минус 5 петель, разложить по полотну, по количеству петель. И будете увидеть вообще, есть ли потенциал у этой пряжи, можно ли из нее чего-нибудь получить в итоге. То есть, очень полезная программа. Если вы видите, что секционка достойна, вы можете купить там, не знаю, лишний пакетик. Пусть будет. Если вы видите, что из нее ничего путного не получается, не имейте с ней больше дел. То есть, вот такая вот очень полезная программа. Полезна она не только для тех, кто вяжет на спицах, потому что в основном для спиц эта программа и создавалась. Но мы, как вяжущие на машине девушки, тоже можем ее применять для своих интересов. Если вам понравилось, нажмите нравится, делитесь с друзьями. Пусть все знают о такой чудесной программе. И обязательно приходите на наши вторничные, бесплатные, открытые, креативные вязальные посиделки. Где мы с вами играем, где мы вяжем прямоугольные полотна. Для тех, у кого проблемы с вязанием, кто сомневается, кто боится. Добро пожаловать по вторникам в 7 часов на наши бесплатные посиделки. Будем с вами снимать страхи и получать очень интересные, креативные вязаные изделия. Ну а для тех, кто хочет учиться серьезно, вязать серьезные дизайнерские вещи, ждем в школе машинного вязания. Где мы обучаем вязанию на абсолютно любой вязальной машинке. Ваша Наталья Некрасова. Продолжение следует...